Рак предстательной железы 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 В первой группе осложнения в общей сумме были выявлены у 17 пациентов. 14 из них относились к первой степени по классификации клавьен, 2 ко второй и 1 к третьей степени. Во второй группе осложнения были выявлены в 23 случаях. 17 из них были отнесены к первой степени классификации клавьен, 4 ко второй и 3 к первой. И также не было выявлено статистически значимой разницы в частоте выявления осложнений в обеих группах. Нами также были отдельно проанализированы осложнения у пациентов из обеих групп, имеющих как минимум один из факторов риска развития геморрагических осложнений. Это 24 пациента в первой группе и 29 пациента во второй группе. И было выявлено, что статистически значимо различались осложнения по классификации клавьен в первой степени в обеих группах пациентов. Таким образом, для пациентов, имеющих хотя бы один фактор риска, процент осложнений меньше при использовании иглы 18 гейдж и использование иглы данного диаметра представляется более безопасным для таких пациентов. И, безусловно, оценка факторов риска является неотъемлемой частью подготовки пациентов к биопсии простаты. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы? Диаметр иглы 18-й и 16-й же. Скажите, зависит процент выявляемости рака предстательной железы от диаметра иглы? В нашем исследовании мы не выявили такой связи, не было разницы. То есть врач на приеме, который владеет методикой трансферектальной биопсии, все равно ему какую иглу брать в руки и делать биопсию? Так я понимаю? Получается, что да. Спасибо. Светлана Юрьевна, у меня один вопрос, точнее два вопроса. Какое число столбиков биоптатов забиралось в каждой из групп пациентов? И второй вопрос. Перечислите факторы риска, которые вы использовали для стратификации этих пациентов. Выполнялась 12-точечная биопсия простаты. Если по данным МРТ имелся подозрительный очаг, то оттуда дополнительно бралось ткальное исследование. Это два таргетных кола. И факторами риска являлись пожилой возраст пациентов, длительный прием антикоагулянтов и наличие артериальной гипертензии. Дополнительно проводился ли анализ в зависимости от числа взятых биоптатов? Потому что по предшествующим всем анализам, которые до этого были, частота геморрагии коррелирует именно с числом взятых биоптатов. Мы не проводили. Спасибо. Случилась ситуация геморрагии. Что вы делали с целью их остановить? Как вы поступали? В зависимости от того, к какой степени по классификации клавиена она относилась. Какие лекарства вы давали? Или вы ничего не давали? Если требовалось введение каких-либо препаратов, то это треноксамовая кислота. Других препаратов вы не использовали? Иногда это тамзилат внутри мышечной колы. У вас не было повышения высоких температур после биопсии у этих больных, которые имели геморрагии? Ну, бывают единичные случаи. Не всегда является такая связь, но бывает. Сколько было вот этих температур из этих больных у вас примерно? Пару человек, не больше. Как вы с ними поступали? Назначали курс антибактериальной терапии. А как вы считали, от чего случается температура у них? От биопсии или от какой-то другой причины? Сложно сказать. Спасибо, Петр Георгиевич. Спасибо. Спасибо большое за прекрасный доклад.